Коллеги, всем добрый день. Я сегодня буду рассказывать кейс, который тоже имеет отношение к инхаусу. Изначально это полностью наша собственная разработка. Может быть, кто-то слышал мои выступления раньше, года полтора назад, и я начинала рассказывать о том, что транспортная компания DPD внедрила себе голосового помощника. Нашего помощника зовут Юля. Сегодня я о ней практически не буду рассказывать. Я буду рассказывать о том, что мы сделали за последний год в плане автоматизации письменных обращений. То есть примерно год мы работали над автоматизацией голосовых обращений, и сейчас у нас наш Юля закрывает 40% от всех звонков в контактный центр входящих, и мы делаем где-то порядка 50% исходящих звонков. Но, как вы все знаете, у нас идет тенденция во всем мире, и в России, и в частности, к тому, что люди начинают писать. Вот в прошлом году наш контактный центр просто захлебнулся от того количества, которое нам пришло в социальные сети ВКонтакте. И ВКонтакте нас находят чаще, больше, чем, например, даже в Фейсбуке. Вот кто такие наши клиенты? Понятно, что это все люди, которые что-то заказали в каком-то интернет-магазине. Может быть, кто-то там заказал себе, друзьям, родственникам, они ждут свою посылку. Все вы, наверное, проходили 8 марта, Новый год, 23 февраля. Вы все заказываете, ждете, и вам посылка нужна сегодня, еще лучше вчера. Собственно, поэтому мы имеем порядка 3,5 входящих звонков в год. Мы имеем огромное количество, то есть до миллиона почти доходят e-mail сообщений. При всем при этом большую часть наших получателей мы предварительно прозваниваем. То есть мы сообщаем дату доставки за несколько дней, звонком робота, живого человека. И тем не менее, все равно огромное количество любых вообще входящих коммуникаций мы получаем. Соответственно, у нас еще очень интересные кейсы, когда наши получатели в преддверии 8 марта, про который я рассказывала, Нового года, они начинают транслировать не только в соцсети, они находят в Фейсбуке нашего генерального директора. И у нас одно обращение превращается в 10. Коммерческого директора, ну там ему уже пишут просто на всякий случай, вдруг он сам прочитает и сам доставит посылку. Ну, собственно, вот такие наши любимые получатели. Мы их действительно любим, потому что это тот клиентский опыт, который мы получаем каждый год, и тот опыт, который трансформируется. То есть он реально вот с каждым годом просто разный. Теперь я, наверное, расскажу немножко о том, что же мы вообще планировали автоматизировать. Мы получаем письменные коммуникации, письменные обращения на открытый e-mail, который висит на нашем сайте, на форуму обратной связи. Достаточно много нам пишут получатели. В соцсети еще больше пишут. Также наши клиенты, юрлицы, они любят коммуницировать с нами по каким-то выделенным почтовым ящикам. Ну, и для внутренних коммуникаций, как, наверное, у вас у всех, у нас существует свой портал. Соответственно, практически все типы обращений у нас одинаковые. Собственно, первая тематика – это где там моя посылка, вторая тема, ну и дальше все вопросы, которые идут по отправкам, по срокам доставки. Вот когда мы решили внедрять у себя нейронную сеть, мы поняли, что логично и достаточно эффективно будет вообще все-все, источники письменных коммуникаций куда-то зарулить, скажем так, в одно место и их там начать обрабатывать. Вот сейчас я, наверное, приглашу моего коллегу Сергея. Он мне поможет с технической точки зрения вообще рассказать, что мы сделали, как это работает, потому что я надеюсь, что кому-то из вас это будет интересно. Сергей у нас как раз возглавляет команду разработчиков, которая непосредственно над этим кейсом целый год трудилась. Пожалуйста. Работает, да? Меня слышно? Да пребудет с нами Аида. Добрый вечер. Next, Зеленик. Так у нас обрабатывались письменные обращения до того, как мы занялись этим вопросом. Стандартная штука – это CRM. В него приходят обращения по всем каналам, обращения клиента, не только по e-mail, по всем. Фиксируем в CRM, сидит команда людей, которая открывает бизнес-систему, смотрит, что с посылками, что с заказами, почему доставили, почему не доставили, и, соответственно, отвечает на вопросы клиентов. Убираем людей, добавляем платформу DevOps, добавляем шину данных, бизнес-процесс-менеджмент, искусственный интеллект, который понимает, о чем нам пишет клиент, парсер фактов, который достает из каждого письма фамилию, номер заказа, адрес, телефон, сумму, все что угодно. Любые факты, которые нам потребуются для выполнения бизнес-процесса. Дальше, если мы не уверены в своем вопросе, в своем ответе на X процентов, мы пропускаем это все через людей. Консоль работает много быстрее, чем работает окошечко CRM. То есть один человек успевает обработать порядка в 10 раз больше, чем человек, который работает в CRM. Ему нужно просто подтвердить, права ли с нейросеть, прав ли парсер фактов, который достал все данные и подготовил ответ. В части вопросов, в части обращений есть запросы документов, которые мы достаем из своих информационных систем, упаковываем, выкладываем и присылаем клиентам ссылочку на эти документы. Таких запросов тоже много. Все это работает автоматически без участия человека. и выкладываем на хранилище S3, стандартное хранилище Амазона. Соответственно, все это процесс у нас модерации, процесс переобучения искусственности интеллекта. И готовим ответ на письмо. Ниже у нас перечислено все, что у нас под капотом. На первом этапе взяли три основные тематики, самые массовые, местонахождение, отмена заказа и отправка подтверждающих документов, про которые я говорил. Все это реализовано, это все работает. На втором этапе мы обрабатываем проблемные заказы, то есть когда спрашивают, где посылка, почему не доставили. Сейчас в работе изменение адреса, изменение даты. То есть если, например, кого-то нет дома, можно попросить, не доставляйте сегодня, доставьте, пожалуйста, в понедельник, в пятницу, после праздников такого-то числа. Все это понимаем, переносим и отвечаем письмом. Все, что селеньким, это у нас в работе, в планах. В планах распознавания документов, оформления заказа. То есть когда человек не хочет устно писать, не хочет звонить, оформлять через какие-то формочки, он просто пишет письмо. Мы разбираемся, откуда, куда хочет отправить, достаем все и вкладем в информационную систему. К вам приедет курьер. Просто по письму. Ну и третий этап – это такое наше светлое будущее. Иногда, когда клиенты выбирают неподходящую услугу, и выясняется, что какое-то медицинское оборудование нужно доставить еще вчера, а услуга предназначает, что оно достанется через неделю. Особые вип-клиенты пишут, проконтролируйте, пожалуйста, чтобы груз доставили завтра. И еще лучше ночью, а еще лучше, чтобы с грузчиками. Нужно предупредить несколько подразделений, чтобы никто не забыл положить посылку, положить медицинское оборудование и закрепить грузчиков. Все это нужно будет сообщить всем подразделениям. Автоматизация проблемных ситуаций. Поскольку, вот, вернусь на слайд, в центре у нас такая штука БПМ, бизнес-процесс-менеджмент, процессное управление. Мы являемся драйвером в компании. Внедрение бы процессного управления в остальные области, в остальные подразделения. Если иногда посылка там попадает не туда, например, штрих-код потерся, потому что она ехала в грузовике через всю страну, и ее невозможно считать. Ситуация проблемная. Неизвестно, куда эту посылку класть, в какой грузовик, в какую машину, куда она должна поехать. Рождается проблемная ситуация. Ее разрешением занимается несколько подразделений. Каждого нужно по цепочке уведомить, от каждого получить ответ, что очень хорошо ложится на бизнес-процесс-менеджмент. И мы толкаем всю компанию к тому, чтобы перейти на полностью процессное управление. Совсем хорошее будущее – это поиск по видео потерянных посылок и оркестрация людей, которые участвуют в обработке посылок. Это речевой ввод и, соответственно, уведомления сотрудников, которые участвуют в обработке посылок. Дальше нам о цифрах. Марина подскажет. Я дальше продолжу. Это, наверное, с точки зрения представителей бизнеса будет интересно, что мы сейчас получили. Мы взяли последние три месяца. Поскольку презентацию нужно было пораньше отправить, в мае у нас не полностью. И сейчас процент определения тематик у нас достаточно высокий. Вот там, где Сергей вам показывал техническую схему, и было такое облачко с словом модерация. Модерация – это люди. То есть там, где нейронная сеть не уверена в правильности своего ответа. Сейчас у нас, по-моему, точно 70%, и нам это достаточно. Если мы понимаем, что не уверена, то обращение уходит на модерацию операторам. Оператор просматривает глазками либо подтверждает, либо меняет тематику. Вот сейчас у нас достаточно хорошая уже, достаточно высокая доля определения тематик. А что это значит? Чем точнее мы определили, тем больше у нас автоматических ответов без оператора ушло. Вот от общей массы всех обращений мы сейчас дошли до 7%. Это работа где-то вот, наверное, прям с августа месяца. То есть мы год работаем над тем, чтобы только 7% у нас отправлялось автоматически. Здесь информация, наверное, может быть, сфотографируйте слайд. Если будут вопросы, я с удовольствием поясню. И я бы еще хотела показать о CSI. То есть с недавнего времени мы решили, но робот в принципе в качестве обслуживания не должен отличаться от того сервиса, который дает оператор. Вот мы его решили померить. На всех письменных обращениях у нас есть ссылочка, где вы можете пройти и поставить оценку консультанту. Оцениваете, помог, не помог, и был вежлив или был невежлив. Немножечко для робота, конечно, мы поменяли, потому что смысл оценивать вежливость, робот у нас не хамит. И за первые две недели, когда мы CSI внедрили, наша Юлия получила 61% лайков от общего количества всех оценок, которые ей поставили. И вот скриншот как раз демонстрирует ссылку, демонстрирует лайк, дизлайк, вообще как это сделано. Приведены примеры, что нам написали в комментариях. То есть люди готовы общаться, люди зачастую не понимают, что им отвечает робот, но они приятно удивлены, когда им ответ именно через e-mail приходит через 2-3, может быть, максимум 5 минут. Это, конечно, очень быстро. Вот, наверное, на этом все. Это фотография той команды, которая работала над всем этим, потому что работа действительно большая. Командировок было много, ездили много, приходилось ездить на площадке, потому что контактный центр, как, наверное, многих у вас вынесен в регионы, работают в CRM в основном там, экспертиза там. И, кстати, мы столкнулись с такой интересной штукой. Нам очень тяжело было приехать, и мы приезжали два раза, объясняли команде, что такое вообще нейронная сеть, где это, кто такая Юля, кто такая там парсер фактов Наташа, как их отличить, зачем вообще нужна модерация. Ну, то есть, как бы такое решение, даже для компании внутри, оно достаточно сложное. Вот, конечно, мы дальше будем, то, о чем Сергей говорил, будем видео развивать, потому что с видео мы еще вообще не знакомы, но, тем не менее, роликов много, поиска посылок много. Это, конечно, очень интересные и очень полезные вещи. Наверное, у нас все. Мы будем рады ответить на вопросы, если есть. Спасибо большое за доклад, Марина. Вопросы? Спасибо большое. Что? Хорошо. Спасибо за доклад. Вопрос по поводу Наташи вашей. У вас извлечение фактов? Там, ну, просто набор каких-то рулов, регексов или какая-то более продвинутая вещь, типа, не знаю, НР на CRF или, может, еще что-то более интересное? Спасибо. Как хорошо, что я Сергея с собой взяла. Я знала. Это контекстно-независимый парсер. JLR. Подходите, мы с удовольствием там в кофе-брейк расскажем, как мы сделали, поделимся технологиями, как бы все открыто. Подскажите, пожалуйста, у вас вот в заголовке заявлено роботы пишут письма, но в схеме процесса, да, было больше, как они их читают, а пишут-то они все-таки что-то... Неужто сами не верят? Нет, нет, нет. Как раз сейчас я попробую вернуться назад, если у меня получится. Что тут нажать нужно? Красную, да, кнопочку? Сейчас, секундочку. Вот смотрите, здесь, где примеры CSI, это как раз наверху вот то письмо, которое в результате работы нейросети отправляется клиенту. Это то, что он видит. Сейчас, прошу прощения, оно генерится нейросетью, или оно на основании обработки предыдущего письма нейросетью генерится по шаблонам? Оно не генерится нейросетью. То есть все-таки роботы не пишут письма, пишут письма классическими пока шаблонами, а роботы читают. Верно понял? Да. Наша цель-то не прочитать письмо с точки зрения ответа клиенту, а дать ему этот ответ. Поэтому, да, 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 с точки зрения клиента. Поэтому, конечно, мы ему отвечаем. И пока мы не научились, я думаю, что мы не придем к тому, что нам нужно будет их писать. Может быть, ну, не может быть это в ботах, да, но в письмах вот пока, как бы, я думаю, что нет, и не в ближайшее время. Ну, даже генеративные сети все равно изучают то, что написал до этого человек, и транслируют то, что видели до этого. Конечно, постоянно. Вот, это такая прям очень кропотливая работа. У нас два выделенных человека, которые каждый день сидят, анализируют, смотрят, видят, что тут мы промахнулись, там промахнулись, постоянно докручиваем. Добрый день. А вы знаете, что в Gmail появилась функция, когда Gmail сам пишет ответные письма и разве что не отправляет их вместо пользователя? И смотрели ли вы эту технологию, и готовились ли вы сделать так же? Для того, чтобы отвечать на письма наших получателей, надо смотреть в нашу информационную систему. Gmail пока не может в нее смотреть. Ну да, то есть конкретный трек идет, номер заказа такой-то, где он. Мы лезем в нашу информационную систему, смотрим весь путь и отвечаем, что сейчас он в Иркутске, послезавтра будет там в Новосибирске, там еще через два дня вы его получите. Вы знаете, что если позвонить на голосовой IVR почты России и спросить, где моя посылка, то он скажет, что где он уже, где он сейчас, и там вроде бы робот, который лезет в их информационную систему сам и смотрит, где посылка. В DPD ровно то же самое. Звоните вам, Юля, прекрасным голосом, с синтетическим синтезом речи, не роликами, хорошим докрученным голосом, все ответит, предложит поменять дату и адрес, то есть у нас там функция-то есть, она реализована. Пожалуйста. Извините, но похвастаюсь, круче, чем в почте. А почему тогда вы это делаете в голосе, а в электронной почте не делаете? Делаем. Сергей показывал. У нас сейчас как раз тематика изменения даты и адреса, она у нас в разработке. Просто с точки зрения письменных обращений она реализуется тяжелее, чем в голосе. В голосе она у нас уже достаточно давно работает. Я просто сегодня про голос не рассказывала. Я обычно прихожу с голосом, там как-то мне не хочется повторяться. Просто про голос я уже года полтора рассказываю, что мы сделали, поэтому сегодня не стало. Хорошо, спасибо. У меня вопрос про оценку качества. Вот написано, Юля получила 61% лайков. Ну и, соответственно, 39 дизлайков. А каков процент пользователь вообще поставил хоть какую-то оценку? Вот смотрите, вот это вот за первые две недели цифры, их, кстати, было очень-очень мало. У нас вообще сложность с получением оценок ACSI в письменных коммуникациях. Пока боты мы не доделали, может быть, в боте больше будут ставить, но здесь технически нужно нажать на эту ссылку. То есть лайк-дизлайк, открывается новая страница. То есть как бы вот, ну, мне кажется, сама технология пока у нас не очень удачная, не очень удобная, скажем так, для клиентов. Очень мало. То есть я вот сейчас затрудняюсь сказать, но мне кажется, это может быть там один-два процента вообще оценивают. Ни плохо, ни там нехорошо, вот их просто пока мало. Спасибо. Давайте еще один последний вопрос. Я на вопрос к Сергею. У вас в планах была попытка распознавать документы, в том числе и рукописка. Вот интересно, как вы хотите рукописку распознавать? Это же самое сложное сейчас. Самое сложное распознавание рукописных шрифтов. Можно идентифицировать документы целиком. То есть написано заявление или приложено какое-то объяснение. Это разные документы. сверточная нейросеть их отличает один от другого. В первую очередь это классификация документа. Если я напишу заявление, полностью все от руки, нейросеть распознает это? Она отделит один документ от другого. Немножечко не так. Давайте я сейчас Сергея дополню. Скорее всего, с письменными заявлениями мы начнем с того, что это будет действительно первично распознаваться и дальше идти на обработку людям. То есть, скорее всего, пока так. Потому что со шрифтами кто-то работает, но на рынке таких решений идеальных нет вообще. Спасибо. Спасибо за вопросы. Марина, Сергей, спасибо за доклад. Очень интересно. Давайте поаплодируем. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...